Страшно так становится, когда ты ходишь в магазин, думаешь, ну вот роды лодки, большой магазин, там многолетней истории, покупаешь товар недешевый, это не хлеб купить, там пару сотен тысяч оставляешь, а потом начинаешь бегать полгода за тем, чтобы вернуть деньги, уже не думаешь ни о лодке, ни о товаре, а думаешь, как бы свои деньги вернуть, и по сути нет никаких рычагов воздействия на них, никто ни за что не отвечает. Тут они ходят, продают, обманывают, а ответственные люди. У каждой проблемы есть своя фамилия, но только не в граждасправовых отношениях. Ожидайте. Ну вот и все, давайте ожидать. Добрый день. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, здравствуйте. Как вам нравится? Здравствуйте, здStill. Здравствуйте. Выключалась в следующие, в 17 июня восемьдесят в ухо, мы дали компанией «Бодерз�ок». Включая лодку, рецепты – вот этот по съести. В итоге нам обещали через месяц все будет, кроме прицепа и лодки, мы ничего не получили. Через две недели мы выяснили, что после того, как получили прицеп, поставили его на учет в ГАИ, мы поняли, что прицеп к той лодке, которая у нас будет через месяц, не подходит. Позвонили в магазин, нам обещали, что они нам заменят прицеп, когда лодку привели. В итоге прошло 4 месяца, ни лодка, ни денег они нам не возвращают. Когда мы приехали в очередной раз писать заявление о возврате денежных средств, мы привезли сюда прицеп, потому что они обещали нам, нам-то он не нужен, зачем он нам без лодки и товарный бит его теряется, когда он у нас там в Болгороде, например, стоит. В итоге мы его оставили здесь, в общем, в соответствии, они на заявление написали, что его оставили в лодке. Прошло 2 недели, нам деньги, там, даже месяц прошел, деньги не вернули, мы приехали писать требование, чтобы через 10 дней с того и заявление в суд подать уже на миг. И увидели, что магазин сворачивается. Части товара, цели. У них тут на улице заставлено все было, а сейчас вообще ничего нет. Я испугалась, думаю, сейчас я и без прицепа останусь, говорю, давайте мне назад прицеп я заберу, ну, это у меня, он говорит, он будет у меня. Прицеп от того, например? Да, прицеп мне принадлежит. А где управляющий? И на учете стоит? У них там, кто они такие, или Василий Павлович Павлович, генеральный директор этого заведения. Что случилось? Где прицепы? Ну, прицепу мне нужно ставить, мы за ним деньги берем. Ну, месяц прошел, деньги не разрешил. Олег. Претензию нам написали недавно. Олег, да, да. Претензию мы вернем в несколько дней. У меня, Олег. Я как бы все же уже рассказал. Записывались, нет? Угу. Ну, мы Вашим словам не верим. Вы не... Так я же опять своими словами сейчас. Вы не единожды. Это союзер не одна. Ян, зайдите. Ян, что я пишу. Нет, ну, надо, чтобы глядеть деньги, у нас товар. Если глядеть, то на диск, то на диск. Ну, я не знаю. Вы себя обычно не понимаете. То есть, если есть, по чуть-чуть, давайте я вам скажу, 2000-2000. Не стоит. Ну, смейтесь, дальше. Нет, вы видите, в чем проблема, Людмой? Отсутствует денег. Если вам это непонятно, я не знаю, что дальше. Ну, тем не менее, вы же говорите сами, что у вас сделки проходят. Вы там по 10-15 клиентов в день обслуживаете. Значит, вам платят деньги? Да, или? Вы что? А вы деньги клиенты куда дели? Какие? Ну, вот за лодку, которую вам перечислили. Ну, вот 5 тысяч за вы заплатили. Ну, еще раз говорю. По деньгам, по серии номера, они не наносили, никуда не пошли. Они у вас должны были уйти в кассу. Частично на заплату. Это называется не целевое использование. Они должны были уйти не частично на хозяйственную деятельность. 51-й счет и 50-й бухгалтерии. У нас в бухгалтерии это... Переход и расход. Мы выстраиваем эту бухгалтерию. В смысле выстраиваете? С 13-го года выстраиваете? Вы в 13-м году зарегистрировали. Ну, и что? Вы выстраиваете от бухгалтерии? Человек-бухгалтер. Человек-бухгалтер. Человек-бухгалтер, я бухгалтер. Я не буду разбираться. Так, да, в этом сотрудники УББы, наверное, должны разбираться. Им он всегда не верит. С вами-то общался, вы даже не знаете, мы вызывайте. Вообще-то прям, в чем разговариваете. А потому, что вы деньги не возвращаете и прицепа нет. А прицеп мало того, что это транспортное средство. Подождите, мы еще не закрыли, вы деньги не вернули за него. Вы пообещали, что за прицеп деньги отдадите. Да. Мы ждем. Мы же сказали сейчас, но прицепа нет. Ну, прицепа нет. Ну, за прицеп деньги возвращаем или прицеп? Вы скажите, какое право имели управлять чужим транспортным средством ваш сотрудники? Никаким образом прицеп показался в другом месте, где он вообще. Какая разница, если прицеп вообще вам деньги отдадите? Прицеп – это имущество. Вот сейчас это единственное имущество, которое… На момент собственного имущества. Я. То есть вам отдать за аренду там 10 км по Москве? Нет. Какой аренды? Здесь преступление, возможно. Самовольно вы воспользовались… Вы не понимаете, как все серьезно, на самом деле? По поводу клиентов. А что мне понимать? Вы какие-то фанаты Ютуба или что-нибудь не понимаете? Мы уж вопросы решать будем. Если вам нужен прицеп, поехали заберем. Клиент говорит мне прицеп, зачем мы время тратим, чтобы прицепить. Вы скажите, почему вы воспользовались чужим имуществом? И где это имущество сейчас находится? Бетро Владыкина, тригратором. А почему оно там находится? Телепортируюсь туда, почему? Каким образом? А собственник в курсе о том, что вы взяли, воспользовались его имуществом? Когда им воспользовались, вообще не знали чей-то прицеп изначально. То есть я говорю, я только делаю… Так он же номерной, он же зарегистрирован. Он же с номером. А в номере вы увидите, чей прицеп что-то? Ну как, ну конечно. Ну идите машину сейчас возьмите, и потом говорите, а там не видно чей. Вы что хотите, то уберите сами, я ничего не знаю. То есть вот какой вопрос вообще у вас? Я просто с вами поговорил. Денег дайте, и мы уйдем. Верните вот деньги за вот это вот. Вот сейчас возьму. Да. Вы на чем приехали сюда? Я? Да. На Яндекс.Драйв. Как говорит Константин Константинович, человек, имеющий двух почек, не может жаловаться на отсутствие денег. Чего? Как говорит у нас Константин Константинович, человек, имеющий две почки, не может жаловаться на отсутствие денежных средств. Как говорит Дед Мороз с Новым годом, к чему вообще, о чем такое? Вот к тому, что у вас нет денежных средств. И что? Отдайте тогда товаром, который у вас здесь есть, на эту сумму, чтобы человек ушел довольный. Товаром? Да. Ну я думаю, это не устроит. К чему не устроит? отдайте один двигатель или там два двигателя сейчас вообще денег нет просто человек боится что останется без денег вы сейчас вы приезжаете исчезните и все и где вас потом искать как обеспечительный мера дайте подождите как обеспечительный мир тогда если вы обещаете деньги отдайте какой-нибудь товар на эту сумму на ответственное хранение ну а если я сейчас вот но там спасибо малыш обеспечительный но мотор у нас сколько сколько который 409 393 ну это старый церковь на сайте так вот даже тут люди вот и сблуждена сайте так если вы деньги не по целевому назначению использовали значит вы нечестно поступили это ваша интерпретация целевой целевой использование когда приходят в кассу деньги за товар вы должны этот товар оплатить правильно и получить и отдать клиенту как с поставщиком у нас там происходит заказы я не знаю да неважно эти деньги были должны по договору деньги вы за воду еще ничего не оплатили даже больше чем через месяц то есть по идее те деньги которые мы потратим на лодку все понятно по делу и ваше время мое что вы сейчас если у нас там какие-то претензии мы уже написали мы должны в 10 дней на сколько вернуть мы писали заявление 10 сентября 10 сентября сегодня какое число октябрь деньги потом мы писали требования да ну хорошо по требованию еще срок не истек но вы съезжаете отсюда я вас здесь как вы не делаете еще хорошо вы даже не говорить куда потому что это якобы тайна какая-то покрытая мрак а там будет другая компания те же люди будут работать с другим юрлицом в общем сейчас пишем на вас заявление по мошенничеству и по угону прицепа вот и все нет но сейчас это законный вы его приняли вот он как стоит вы должны его так и оставить вот как он стоял как его собственник поставил так он должен и стоять был а вы его куда-то там своих целях использовали самовольно самовольно у вас прям прям фанатизм фанаты молодежь у вас я считаю что дебилизм очень они фанатизм то есть человеку нужен прицеп пускай можем доставить человеку нужны деньги деньги то что вы обещаете и не держит свои слова вот хоть на камеру записать но есть привык какие-то угоны какие-то то есть вот прицеп берите забирайте можем привести нет не там не нужен слушайте давайте мы ваш ваш машина заберу и через месяц вам принесу покатаясь по плаву верну вообще-то мне заберу она привезли ну так вы его тоже забрали вам оставили на хранение здесь его ответственно всем на хранение его сказали менять ну вы поменяли прошу вас прошу вас прошу вас возбудить уголовное дело мы не тот вам подобрались к этому он не подходит соответствии сейчас вопрос отдельно про прицеп по признакам мошенничества частично понятного вы же использовали причем тут это прицепить коллег вот я сейчас телефон у вас возьму будут по нему не он мне нужен он не тут по размеру надо его обменять так вы его забрали за кубку обменяли статья 159 и фрф должны деньги за этот прицеп мы его вы отдали деньги совершенно в отношении меня вот вы на себя его не переоформили а вы его эксплуатировали не по назначению использование а если мы его повезли кому-то показать чтобы там поменять продать и так далее вы должны уведомить собственника сказать что у нас в отношении меня какой-то дайте нам документами до значения такой-то такой-то разрешение понимаете да что прицеп отъехал на 10 километров то есть тут же вопрос о том что у вас нет доверия что мы его вообще он есть в этом же не установлены милицию в принципе нет вообще не уверен что деньги с но вы знаете не устанавливать для чего вот это писать по прицепу объяснить вам нужен прицеп забирайте не хочет при следующих обстоятельствах у вас же логика нет нет просто пришли дети при ютюбе с камерами и кошмар фирма десятилетний плата ко мне какие вопросы верните деньги я вас может задержать еще неправильно как ну в свободной форме я сейчас про все пишу слишком обстоятельств так такого такого числа так вот так он ждет его смогу даже угон прицеп как при уехать сейчас то есть а эти боли кривые и переведем я решила если я не вернул деньги за потому что тут reads без ведома собственников и пока все представляете вообще вот я могу использовать вы좀 компьютеры сейчас нет Вы распорядились по своему усмотрению. Здесь либо угон, либо самоуправство. Состав преступления окончен. Все, вы распорядились. Собственник дал вам ведом только на то, чтобы вы вернули его, вернули деньги ей, да? Вы по факту не вернули, распорядились по своему усмотрению. Да вы, в принципе, не имели права. Вы так обещаете, вообще, вот с 17-го. Сейчас хотите видео вам этого прицепа пришло, я не понимаю, в чем суть. Да этот прицеп сейчас в розыск будет объявлен. Вы чего? Вы реально, что ли, не понимаете, что это... Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Вы как-то издеваетесь. Сейчас вы в розыск его объявите, я тебе через 30 минут его привезу. Ладно, доходчивый. Вы кинули девушку на деньги. На 250 тысяч. Еще и забрали ее прицеп и куда-то увезли по своему усмотрению. Вы понимаете, что это вообще... Вы мне обобщаете. Прицеп нужен вам. Привезти прицеп. Клиенту нужны уже деньги. Вам для чего привезли прицеп сюда? Для деньги. Да сейчас вас, может, будут закрывать. Вы уже довели ситуацию. И вам дали время, чтобы искать деньги. Вы сейчас выясняете какие-то обстоятельства, которые вам 10 раз объяснили, и к делу они не относятся. Ищите деньги. Я понял. Тогда вы получите долговую нагрузку, если вам нужны деньги. Тогда забирайте свой прицеп и все. Езжайте. Ну, мы тогда привезем его. Ищите деньги. Прицеп заберете сейчас, если привезем? Нет. Как нет? Прицеп, по сути, ваш. Вы его поставили на утешку. Почему вы сразу не обратили внимание, что прицеп другой не подходит? Потому что так уверенно нам... Нету претензий. Мы не только подобрать, да. Мы не очень в этом разбираемся. Тут клеить, ну, как бы сотрудник менеджер подобрал прицеп, а потом уже когда... Олег, ты просто, я говорю, чтобы в наше время не терять, все работают. Если мы должны вам деньги, вам я не понимаю, нужен прицеп, не нужен прицеп. Если вам прицеп ваш, вы видите, он мой прицеп, вы ничего не имеете. По факту, давайте мы вам вот дадим прицеп. Заберите свой прицеп. По факту прицеп клиента. Она хочет с вами расторгнуть договор и вернуть деньги. Ну, так если ей прицеп не нужен... Отдайте деньги, и все, и вопрос по прицепу будет закрыт. Ну, так отдадим, мы обсуждали же. Так давайте... Вот сейчас... В отношении... Показать? О, так круто! Может, у вас дома есть. Да? Может, у вас дома есть. Вы же руководитель, вы же должны как-то планировать свою финансовую нагрузку. Конечно, я планирую, потому что структуризация уйдется, очень много чего делается. Может, бухгалтер у вас плохой? У вас даже уставный капитал в обременении. И что? Да ничего так. Вы понимаете, это были бы вашими проблемами, если бы эти проблемы не перекладывали на клиентов? Клиент сейчас страдает. В данный момент... Ребят, давайте тихонечко. Вот эта рассрочку, которую взял, чтобы купить у вас лодку. Проценток там же, когда, чем, без вас денег нет. Сейчас нет, и что? А где гарантия, что они завтра будут? В группу... У вас 4 месяца уже денег нет. Вы понимаете, что дальше не факт, что они у вас появятся? Нет, вообще-то там лодка изготовлена. То есть, мы же не 4 месяца денег вложили. По прицепу, кто у вас самый компетентный? Я просто не понимаю, суть по прицепу. 45, 155... Что там понимаете? Денег отдайте, и все. То есть, тогда при чем тут покатались на чужом пришепе, если вам вам не нужно, чтобы от него отказать? Так? Вопрос, не стоит, но уже не нужен. В чем вопрос? Вы воспользовались чужим имуществом. Деньги не вернули. То есть, чужое имущество, значит, оно... Нет, требуем ли есть какие-то, чтобы мы их не пользовали? Вам вот для чего отдали? А? Вам вот для чего отдали? Обменять салон. Вы обменяли? Не обменяли. Вместо этого вы что сделали с ним? Повезли чужую лодку на чужом прицепе. Так, давай, у нас у нас еще... То есть, у нас будет прицепом, вам будет еще за устранение, но прицеп, они нам... Вы не понимаете, да? Да. 330-е, Уголовного кодекса. Вот у вас ноутбук есть? И открываете там, какие санкции вам за это будут? Какие же? Откройте ноутбук, почитайте. Нет, погодите, нам дали прицеп, мы доверились на словах, что мы должны поменять. И тут поставите на словах, которые... Стоп. Ладно, все, пишите, не отвлекайтесь. Нет, нет. Ну, здесь заявление про угон прицепа, когда-то подернуло, это смешно. Прицеп же вам дернули. Там что-то можно как-то сказать, потому что мне надо ездить по работе, в том числе ваши вопросы решать. Потому что я тут не сижу, очень много движений. Мой вопрос вы должны были решить еще месяц назад. Окончательный. Ну, я не печатаю деньги, мы попали в трудную ситуацию и... Все, сидите теперь и это самое. Давайте выходить вместе из этой трудной ситуации. Давайте, давайте. Звоните, скажите, что... У вас какие-то предложения. Ищите деньги, что вы сидите, тут с нами разговариваете вообще. Мы с вами на 10 раз... Можно поехать? Тут же рабочее помещение. Мне надо сейчас ехать на подпись, вот это банк Кролёв на открытие счета для продажи по госконтракту, чтобы просто деньги... Это ваши проблемы. Вы проблемы с клиентом решите? Мне сказали сейчас, что ищите деньги. Мне можно ехать, заниматься этим? Вы можете по телефону решать. Я же сказал, подпись. Вы сейчас можете... А в Альфа-банке вам уже что, счет заблокировали? Вы вот тут уже все деньги вывели? А что за логика у вас интересная? Она такая... Вы поймите, что да, вы, конечно, серьезная компания, там, с 13-го года. Ну, как, казалось, что он серьезный. Если вам небес нужен, просто по госпродажам все клиенты направляют открыл отчет специальный, который только в ЭТБ. Да, я знаю. И вы хотите... Я просто не верю, что вы из программы вернуете клиенту. Опять использовать, не верю. Вам его основать? Извинитесь. Если показать. Есть ли там в банке? Нет, не надо. Такую конфликционную. Получается, вы их в банк хотите обмануть, кто вам деньги даст? Чего? Вам под одну программу дают, а вы клиент возвращаете по старым долгам, да? Так получается? Нет, они не будут иметь права... Вы все не понимаете, то есть у компании здесь деятельность ведется. Мне надо уменьшать издержки и увеличить продажи. Мне для этого надо работать. А я с вами общаюсь, а я не работаю. Так, а вы сами довели. Вы 4 месяца что делали? Не я довел, или что-то, не понимаю. Все, ладно. Надо вести деятельность. Хватит. Все. Очень ловко. Вы переместите ввели деятельность. 4 месяца ввели деятельность. И не к чему-то пишите. Пишите, да. Пишите заявление. Я говорю, открывается счет для продажи по госконтракту. Вы делаете... Какую программу идет у вас? Чего я говорю? Там ремонт рыбов идет. А, вы что, 7-7? Услуга. Вот, то есть вы делаете вывод, что если я делаю продажи... Заказанная лодка где? На заводе, то есть мы от нее отказались, потому что клиенту она не нужна. А, и лодка. Так они отказались от нее сегодня. Вот когда мы сейчас приехали, они только сейчас отказались. Вы от нее отказались давным-давно. Срока изготовления ее месяц. Мы уже в отпуск съездили, они еще даже заказ на завод не отправились. Ну, да, у нас там по щековым. Ну, хорошо, опустим эти проблемы. Мы написали заявление на вазора. То есть я даже не уверена, что они, в принципе, на заводе какой-то заказ размещали. Потому что когда мы звонили на завод, говорили, что от пролодок на вашу лодку заказа... Ну, давайте сейчас уточним. Нет. Возможно, потом, когда-нибудь. Когда не наговариваете, то то Альфа-банк, то выгод, то обманывают. Я не наговариваю, я говорю то, что есть. У Малахова передача еще. В итоге, когда... Так, когда... Да, от всего отказались. Ото всего мы отказались еще, получается, когда заявили на возврат денежных средств написано. Правильно? Но вы на полную сумму писали дополнительный процент? Нет, мы на полную сумму писали. Это 6 сентября. А устно вы когда говорили, первое сфот, о том, что верните деньги? Устно? Нет, 10 сентября. Устно мы говорили еще в августе. Не верните деньги, то есть... Ну, там... Ну, нам обещали, 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 обещали. Надо, мне кажется, отразить, что ранее устно пытались договориться о возврате денежных средств. Однако вам обещали вернуть денежные средства, да? Правильно? Ну, нам обещали, да. Обещали вернуть денежные средства, но не возвращали. Еще вот Бабаханов был, он еще говорил, ну, мужему ему говорил, я как мужик, я мужиком буду, ну, а тебе там в субботу приедешь забирать. Ладно, это детали. Вот, а 10-го вы уже подали письменное заявление, который принял такой-то такой-то вот. Ну, да. Павел Павлович занимался тем, что вступал, ну, там, у них эти кадровые вот эти доли. Ну, по крайней мере, нам так объяснили. В общем, принял фирму в Толгене. У меня 24-го числа века там. Да, 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 угу. Не, ну, через 10 надо выезжать. Знаете, что там надо делать? Да вам, может, через пару лет надо будет выезжать. И вы там не шутите, вот ваши, ну, понимаете. Да это не шутки. Все, приколы ваши. Нет, а вы что думали, вы будете это самое? Женщина с ребенком, вы... Вы сейчас пользуетесь чужими деньгами, вы понимаете? Я уже сколько раз к вам ездила, что мне вот, вот, уже все, край. Ну, больше не могу. В таких ситуациях подходится компания, там, и так далее, и так далее. У мошенников. А мы даже этого не делаем. То есть мы отгружаем клиентам заказы, возвращаем деньги и так далее. То есть... Четыре месяца прошло, ничего вы не отгрузили, не вернули. Вы слышите, что отгружаем клиентам товары, возвращаем деньги. Вы говорите, мы за четыре месяца ничего не вернули, а вы это можете доказать? Может, только этого клиента одного говорится? Сейчас что-то отгружено, возвращено, мы тут два часа вот сидим. И что? В смысле, что? Это нормально для вас? То есть, если мы вашим присутствующим никого ничего не вернули, значит, мы за четыре месяца... Ну да, если никто этого не видел, в принципе, да, это не значит, что этого нет. Ну да. Теоргий, налоги просто. Вы произносите в настоящем времени, отгружаем, возвращаем. В настоящем времени вы что сидите? Вы сидите, пытаетесь как школьник оправдаться. Я пользовался чужой машинкой, ну и что, она же ему не нужна была. Вы сами себя слышите вообще, взрослый человек. И у меня 10 минут, потому что я не успею, мне надо ехать в банк. Ну, вы сейчас никто не поедете, пока вас не опрошу? Тогда опрашивайте меня быстрее. Сейчас, я сначала прошу к терпевшему, а потом вызову. Что же, вы устроили под цепь мошенников? Слушайте. Вы сейчас послушайте меня, лучше не нервируйте меня вообще. Пришли ко мне в магазин бизнес. Что, что смеешься? Что? Вы сейчас несколько не в том положении. Давайте все, закончим с вами диалог. Положение, полицию какую-то вызвали вообще. Смотрите какую-то, российскую? И что? А без полиции нельзя общаться? Ну, мы с вами могли решить. Мы с вами пообщались. Пришла в полицию мошенников нашли, цирк устроили какой-то вообще. Если бы вопрос решили, ушли бы, клиент ушел доволен. Какой вопрос? Напечатать деньги, если у вас нет понимания процесса вообще? Если вот так вот идет тенденция в бизнесе, соответственно, так же она и выходит. Если это не лотерея. Это ваши главные боли. А почему вы перекладываете свои проблемы на плечи клиентов? Почему клиент страдает из-за ваших неудач? А почему вы должны верить, если вы за 4 месяца с клиентом не рассчитались? Я делал выводы, что у вас очень плохо идут финансовые дела. И что дальше идут? Если они плохо идут, смысл дальше продолжать деятельность и уходить в минус. Значит, вы обманываете клиентов и уходите в минус. Есть логика у человека, который видит ситуацию. Не обязательно быть специалистом в этой сфере. Но вы приглашены сюда в рамках помочь юридически клиенту или рассказать, как вести бизнес? Объясните. В данный момент мы усматриваем в ваших действиях даже если не прямой умысел, то косвенный умысел на обман клиента. Это значит, что даже если вы не желали ее обмануть, а вы же не желали ее обмануть, правильно? Правильно. То вы осознанно, зная свои проблемы, допускали такие последствия, наступление таких последствий. Они решаются не по щелчку, временно. Слушайте, вы когда при заключении договор, заведомо знали, что у вас проблемы и что вы не выплатили обязательства. И вы относитесь к последствиям подобным безразлично, то, что клиент теряет деньги. Относились в момент заключения договора безразлично. Принимайте решение, что безразлично оценивали. Безразлично это закрывают и куда-то пропадают. Нет, безразлично это вообще ничего не делаете. Вы так же спокойно заключали договор. Ваша лучшая доказательство – это возврат денег. Давайте дождемся, что мы ждем. Прицеп только ничего не пишите, будет вы зря время потерять. Катаясь на сужом прицепе цепку. Да, с вами по-человечески 4 месяца. Вы очень вежливо говорите. Перезвоним. У вас есть суд и суд по полгода можно судиться с этими судами. И вы считаете, что… Ну, вы же этот путь выбираете. Так, а если другого пути нет, у нас… А сколько я могу ждать? У нас правовое государство. У вас дети есть? Если путем переговоров не достигается общий консенсус… Ну, поверьте, 200 тысяч, за которые ты еще и должен, там, банку, да? Вот там мы половину банку еще платим. Да, 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 да. На стенку, на стенку, крики. В смысле, стенку на стенку. Задерживать право… Вы нам 200 тысяч дайте в долг, а потом приглашайте операторов. Я вам вообще ничего не дам. Я вообще знать не знаю, кто вы такой. Вот, видите? Я вас могу выставить. А вы клиенту должны 200 тысяч. Клиенту должен, конечно. Вот. Вот когда мы вам будем должны, вызывайте кого хотите. Что я вообще рассказываю, как нелюди, пообщаясь, пообщаясь, вызвать кого-то. Неинтересно. В смысле, вы не по понятиям, как нелюди? А вы по воровским понятиям живете? Ну, потому что вы 4 месяца обещаете. Я украл прицеп, который мне клиент вызвал. Циркачик. Циркачик. Угон прицепа. Вы не о времени переживайте. Сейчас вас может полицейский задержать по 91-й. Вот, хоть по 777-й какие-то цифры какие-то, шифры мне рассказывайте. Ну, вам пояснялось. Общепринятое что-то. 21-й. Какого-то есть что-то общепринятое и что-то такое весомо. Нашли террориста. А знаете, кто такой террорист? От вас не хочу узнать. Ну, вот вы сначала узнаете, прежде чем такие вещи говорить. В слух. Как хочу, так и говорю. Я не к вам пришел. Вы к нам пришли? В карман заедутся. Через клиента. Что помешало поставить товар? Что помешало? Компания? Как это юридически правильно сказать? Я не знаю. Ну, объясняем. Что помешало до сих пор не поставить товар? Настолько сотен тысяч. Даже на канал. Что же, крюк, грех. Можешь говорить. Форс-мажорный. Технические ошибки учетной системы. Поздно дали заказ. А потом уже просто, ну как, выкупить товар. Денег не хватало. И за обратный средств мы стали уже менять все. А клиенты врали. Что все оплачено, что все хорошо, ждите. Не, вот и готово, да. Какая была готова, если вы даже не заказывали ее? Не, она готова больше месяца уже. А до этого? Три месяца обещали, что все готово, ждите. Ну, ждите, да. Это не обман? Ну, вы сами ответите на все. Все, готово, ждите. Где обман? Ну, у вас же лодка не готова, она даже не заказана была. Она больше месяца готова, эта лодка. А три месяца, что она делала, не готова? Когда клиент приходил, вы говорили, ждите. Молик. Ну, она даже 20 часов, какого числа, и вы знали, что она, даже деньги не ушли за эту лодку. А клиенту говорили, что все нормально, ждите. Лодка готова. Ну, если вы готовы, значит, была готова уже. Там вопрос с перевозкой. Препендию Бродиной признаешь по факту, потому что прицеп был поставлен не при марте модели, не соответствовал требованиям. То есть, по вашему мнению? Нет, если на вашем юридическом языке, то какой прицеп был оплачив в чеке, тот и поставили. Но я как бы никак, я не как эта команда себя ведут. Нет, это штука менеджера. Конечно, менеджер неправильно подобрал, да. Менеджер подобрал, некорректно. Если вы признаете, прицеп приняли на хранение, деньги обязуются вернуть. До настоящего день университета не возвращено. Но в объяснении мы так сейчас указываем? Это клиенту вопрос. То есть, либо я возвращаю прицеп, либо вас сейчас обратно. Она вам уже сказала, я уже услышал. Ребят, пока не вмешивайтесь, вы сговор, пожалуйста. На данный момент прицеп находится у вас на ответственном хранении. Значит, гражданке Бродино этот прицеп уже не нужен. Соответственно, вы признали ошибку технического менеджера при заказе и гарантируете оплату в дальнейшем. То есть, возврат денег за прицеп. Если мне завтра клиент не придет и опять скажет, теперь я хочу прицеп, то да. Потому что тут каждый день что-то меняет. Так, вот это вот директор у нас этого магазина лодочного. Вот он, значит, нам только что... Да, это вот гребец Дима. Клиента подвели, но исправимся обязательно. Клиент вам потом это сообщит. До 16-го числа. До 16-го. Какого месяца? Октября. Вот директор пообещал до 16-го числа все вернуть денежкам. Тогда как 4 месяца уже денежка не возвращается. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок.